Доброе утро! Эти самые профессиональные слова мы решили узнать у нашей гости, филолога Ирины Северовой. Доброе утро! Ирина, доброе утро! Доброе утро! Ну расскажите, как специалист, почему же вот эти самые профессионализмы проникают в обычную разговорную речь, я так понимаю, к мирным гражданам? Ну я думаю, это эффект обрушения Вавилонской башни все-таки работает. Люди хотят понимать друг друга лучше, поэтому стараются как-то и узнавать, видимо, друг друга с разных сторон. Думаю, что в этом смысл есть. Ну много всяких разных слов возникает, а от чего зависит, закрепится ли это слово, ну вообще в общем языке или нет? Ну вообще говоря, язык, он же не застывшая система, это такой живой организм, который обновляется постоянно, и как любой живой организм, он что-то принимает и что-то отбрасывает. От чего это зависит, трудно предсказать. Ну вот кто бы мог сказать, например, что слово «рюкзак» когда-то было чисто немецким, сейчас это наше родное русское слово, да? Да ладно «рюкзак», там с барабаном та же самая ситуация произошла. А вообще, я думаю, что все же организмы, и сленговые словечки, они просто привносят в нашу жизнь немножко игры и праздника. То есть они всегда более эмоциональны, более образны. Ну, я не знаю, кто помоложе нас с вами, а может быть вы тоже знаете. Конечно, интереснее топтать батоны на клаве, чем набирать текст на клавиатуре, как вам кажется. Топтать батон на клаве? Филот у нас в гостях. Ни разу не занималась топтанием батонов, Юля? Старушечка. Класс. Ну что ж, а вот ведь неоднократно предпринимались попытки, например, ну, все вернуть как было, да? То же самое, хорошилище в макроступах, да? Шел по губище, отресталище на позорище, это знаменитое. Так вот, ну, франк в калошах, да что? Как мой процессор. Так вот, насколько они могут быть успешны? Или вообще, почему они безуспешны? Почему человек не хочет возвращаться к корням туда? Ну, все по той же причине, жизнь не стоит на месте, и все время происходит какое-то обновление. То есть все эти попытки, они просто обречены на провал сразу? Я думаю, что мы все равно, вот взаимопроникновение языков друг в друга, оно все равно происходит. То есть вот тот термин глобализации, которым многие ругаются, он как бы и здесь имеет какое-то объяснение. Вы к этому относитесь, я так понимаю, абсолютно нормально, что это естественный процесс? Ну, вы знаете, как филолог, конечно, мне не очень нравится засорение языка, но от жизни куда деваться? Язык сам отряхнет от себя шелуху. Он оставит только то, без чего не может обойтись. Вот вы как телевизионщики наверняка теперь уже не можете обойтись без выражения стендап. Нет? Ну вот, видите. А как это перевести? Как перевести? Говорильню? По-русски никак и не сказать. А вы, я знаю, я подготовилась, называется стойка перед камерой по-русски. Сложно. Ну вот, вот в этом говорить. И стойка это все-таки больше, по-моему, из кинологии. Да, потом есть вещи, которые просто непереводимы, потому что они возникли вне нашего языка. Ну, например, тоже компьютерное выражение подкаст. Это технология, которая возникла не у нас, и у нас не имеет аналога языкового. Поэтому стало нашим словом. Вот, кстати, компьютерщики, а есть ли вообще профессии, которые чаще всего используют профессиональные слова? Я думаю, что в современном мире это как раз все, кто связан с компьютерами. И, ну, больше, наверное, молодая часть. Ну, такие технические специальности, у кого есть какие-то либо технические новинки, либо какие-то программы, может быть, разработки. Потому что, действительно, если имя уже дано, оно во всех странах будет звучать примерно одинаково. Ну, во-первых. Во-вторых, есть вот все тот же элемент игры, о котором я говорила между собой. То есть узнавать своих издалека. Ну, и, наверное, есть такие профессии, как врачи, которым просто очень важно быстро понимать друг друга. Да, они просто пишут непонятно. Но вот что прочитали, то и произнесли, мне кажется, потом. Ну, наверное, есть моменты, в которых лучше бы, чтобы их не понимали пациенты. Ирина, поделитесь какими-то секретами из своей профессии. Есть ли у филологов какие-то такие словечки? Ну, вы знаете, филологи, они стоят на страже все-таки охраны, чистоты языка. Поэтому сленговых выражений они даже и в профессии не употребляют, и в жизни, я думаю, что мало употребляют. Но могу поделиться фразой, по которой филологи узнают друг друга с дальнего берега. Звучит она так. Глокая куздраштека, бодланула бакра и кудрячет бакренка. Нет у меня никаких шансов бы... Непереводимый филологический диалек. Это просто фраза, которую обучают первокурсников, она показывает, как образуются слова формы в русском языке. А кто такой бакрёнок? Существительные, вернее, ну да, существительные, прилагательные, глаголы и так далее. Кто такой бакрёнок? Бакрёнок это детёныш бакра, как ни странно. А кудряченье... Это очень похоже на карлогизм, на самом деле. Вот то же самое, воркалась, хливки и шарки парялись по нове. Ну это Алиса, да, а здесь наука всё-таки филологическая. Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо вам большое. А богащий, ты запомнил вот этот? Ты сможешь за филолога сейчас сойти? Мой процессор завис в самом начале нашей беседы. Ирина Северова сегодня была у нас в гостях, говорили о сложностях неологистики и неологизмов. Ну а через буквально короткий коммерческий перерыв мы вернёмся в эту студию и продолжим общение на тему вашего профессионального сленга.